Поговорим о том, какие процедуры актуальны в зимний период времени, как защитить и предотвратить аллергические реакции на кожу. Что же такое аллергия на холод? Как она проявляется? Как правило, это зуд, жжение, шелушение, покраснение кожных покровов, иногда даже высыпание и растрескивание поверхности кожи. Если у вас вышеперечисленные симптомы, обратитесь, пожалуйста, к врачу-косметологу. Он соберет тщательно анамнезы, исходя из полученных данных, назначит вам адекватное лечение либо профилактику. Это может быть применение витаминных комплексов, антиоксидантов и даже антигистаминных препаратов. Если вы знаете, что у вас чувствительная кожа, склонная к аллергическим реакциям, обратитесь заранее к косметологу и обсудите свой домашний уход. В зимний период времени уход должен быть наиболее деликатным, начиная с очищения и тонизации и заканчивая кремами и масками. Кремы в зимний период необходимо применять более плотные, то есть они должны быть питательные, с витаминными комплексами и антиоксидантами. Их применяем с утра и в течение дня по необходимости. Вечером обязательно должны быть увлажняющие кремы, содержащие наибольшее количество гиалуроновой кислоты и увлажняющих компонентов. Также применяйте маски. Маски должны быть питательные для чувствительной кожи. Применяются они 1-3 раза в неделю. Не забывайте о том, что для чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям, необходимо применение эмолента. Это защитные кремы. Они, как правило, имеют плотную текстуру, наносятся за 20-30 минут перед выходом на улицу и обязательно смываются по возвращению домой. Такие кремы защищают вашу кожу, создавая акклезионную пленочку на поверхности лица и защищают его от неблагоприятных воздействий и внешних факторов. Это ветер, холод, снег, дождь. Поговорим также о глазах и губах. Это самая деликатная кожа, которая не имеет подкожно-жировой клетчатки. Но за ней нужен деликатный уход и обязательная защита. Для глаз в зимний период лучше использовать плотные кремы и сыворотки в ночное время. Для кожи губ применяйте обязательно скрабы. Скрабируйте кожу губ 2-3 раза в неделю, если у вас нет повреждений поверхности кожи. Также применяйте питательные кремы, используйте сыворотки и не забывайте о витамине Е. И, конечно же, не забывайте о руках. Наши руки помогают нам мыть посуду, убирать, и не всегда мы защищаем их специальными перчатками. Помимо того, что наши руки взаимодействуют с разными химическими составами, также они подвергаются наиболее часто ветру, холоду, потому что мы не используем никакой защиты. Многие пренебрегают перчатками и варежками, ничего делать нельзя. На руках чаще всего появляется холодовой дерматит. Как он выглядит? Это уплотнение кожи, это покраснение, шелушение и растрескивание кожи. Это не только эстетически некрасиво, но еще и больно. Часто пациенты обращаются с такой проблемой к нам. Существуют специальные профессиональные средства. Это кремы питательные, восстанавливающие, регенерирующие, а также активные регенерирующие сыворотки. Кремы, как правило, смягчают поверхность кожи, защищают наши ручки от ветра, холодных и неблагоприятных воздействий внешних факторов. Но а сыворотки уже работают на более глубоких слоях кожи и активируют обменные процессы в ткани для более быстрой регенерации и заживления повреждений. Не забывайте также, что для рук существуют масочки, которые вы можете применять несколько раз в неделю, нанося их на ночь и используя специальные хлопковые перчатки. И, конечно же, не забывайте о том, что все открытые участки нашего тела должны быть тщательно защищены в зимний период времени. Не пренебрегайте перчатками, варежками, шарфами и шапочками. Всего хорошего!